Девчонки, всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой интересный дизайн. Весь интернет пестрит дизайнами ноготь бриллиант. И сегодня мы с вами посмотрим, как сделать такое же. Итак, берем квадратик фольги. Я его сложила пополам, чтобы он у меня получился ровный квадрат. И отрезала. Постарайтесь выбрать фольгу, чтобы она была без каких-то дефектов и недостаток. Складываем этот треугольничек пополам. Чтобы не было заломов и сложить ровно, я помогаю себе апельсиновой палочкой. Когда кусочек становится совсем маленький, я просто прикладываю палочку посередине, носиком упираясь в уголок и складываю еще раз. Аккуратно проглаживаю место сгиба. Обратите внимание, когда будете делать такое, ногтями лучше не возить по фольге, потому что она может осыпаться с внутренней стороны. Еще раз складываю и проглаживаю опять-таки же пальчиками. Я бы даже сказала, что я больше не проглаживаю, а приминаю его аккуратненько с обоих сторон. И делаю это последний раз. Вообще, чем больше у вас получится рассложить вашу фольгу, тем тоньше у вас получатся грани. То есть, если вам не нужны очень тоненькие грани на алмазике, то вы складываете меньшее количество раз. Если тонкие грани нужны, то складывайте большее количество раз. Аккуратно разворачиваем. Еще, девчонки, изначально, когда будете вырезать квадратик, не вырезайте его слишком маленький, потому что вам неудобно будет складывать. И потом проще вырезать просто нужную вам форму по ноготку. Итак, берем наш квадратик, прикладываем к ногтю. Ну, в нашем случае мы прикладываем к типсе. Огибаем ее и аккуратненько карандашиком обводим линию кутикулы, торца и боковых валиков. То есть, примерно намечаем размер, который нам нужен, если мы это хотим сделать на весь ноготь. Можно данный дизайн выполнить также на половину ногтя. Вырезаем нужный нам кусочек. Кусочек должен быть чуть меньше, чем наш ноготь, так как нам будет нужно еще запечатать краешки густым топом или базой. И так, вот мы вырезали нашу заготовочку и теперь в центр нам нужно вырезать еще маленький ромбик. Намечаем уголочки, чтобы он получился ровным впоследствии. Я всегда рисую карандашиком, потому что мне так проще вырезать, чем 10 раз перерезать из одной и той же фольги. Кстати, фольга тоже подойдет не любая. Бывает фольга потолще, а бывает фольга тонкая. В данном дизайне у меня фольга была толстовата, и поэтому мне не очень удобно было с ней работать. Но есть маленький секретик, так как ногти менее арочные, чем наши типсы, но если у вас ноготь такой же арочной формы, как и типсы, то можно выполнить надрезы по линиям сгиба, и тогда фольга не будет топорщиться. Итак, берем наш типсик и тоненько наносим базу. Теперь берем нашу заготовку и аккуратно переносим ее. Повторюсь, если где-то фольга торчит и не получается ее пригладить, выполните надрез от края нашей заготовки к центру. В принципе, кто умеет крепить слайдеры, знает, что такие надрезики выполняются, и тогда получается все очень аккуратно. Просушили мы 30 секунд в лед-лампе, на серединку нанесли небольшую капельку базы, выровняли наш ромбик и отправляем еще на 30 секунд сушиться. Берем базу, у меня в данном случае от лавлик, извините, топ без липкого слоя, и перекрываем наш ноготок. Взяла сегодня именно этот топ, так как он густой, и им хорошо можно сделать выравнивание и убрать все неровности, которые у нас получились в процессе работы. Переворачиваем ноготок, выравниваем, просушиваем его, и сверху мы немного бафим, чтобы окончательно выровнять все наши недочеты, погрешности, которые у нас вылезли в процессе работы. Обезжириваем, берем стразики, креплю я их тоже на базу, и промазываю наш алмазик по контуру. Поочередно выкладываю стразы в несколько этапов, так как если сразу выложить на весь ноготь, то стразы по базе начинают уезжать в разные стороны. То есть я выкладываю где-то половинку ногтя, просушиваю и выкладываю еще половинку. Теперь закрепляю стразы, беру базу и промазываю их со всех сторон и между стразиков, но сверху их не перекрываю. Просушили мы в лампе, теперь берем топ без липкого слоя, сначала полусухой кисточкой мы промазываем все пространство, которое находится внутри страз. Теперь берем каплю и просто распределяем ее, создавая небольшой объем. Вот такой дизайн получился у нас. И сейчас в этой же технике попробуем выполнить еще один интересный дизайн. Складываем фольгу пополам и вырезаем половину сердечка. Всегда вырезаю сердечко так, чтобы оно было одинаковое с обоих сторон, симметричное. Беру мою апельсиновую палочку и опять так же в уголочек утыкаюсь носиком и ровно поскладываю пополам. Почему беру апельсиновую палочку? Потому что она не царапает фольгу и создает точку опоры, то есть помогает сложить фольгу более тонко. Данная фольга у меня уже была тоненькая и с ней мне намного было легче работать. Расправляем наш кусочек и примеряем его на цвет. В данном случае решила наискосок немножечко его положить, прямо на липкий слой черного гель-лака. И вырезаю еще одно небольшое маленькое сердечко. Опять беру базу и промазываю центр. И переношу наш маленькое сердечко в центре большого. Просушиваю в лампе. Покрываем наш дизайн топом без липкого слоя. Данный дизайн я покрыла топом с выравниванием и фольга была настолько тонкая, что мне не пришлось бафить и еще раз перекрывать ее топом. Итак, я промазываю контур нашего сердечка и выкладываю бульонки. Девчонки, не старайтесь выложить сразу все сердечко, а выполняйте опять-таки же поочередно. Выложила я бульонки и решила добавить еще стразик в центр. Просушила и сейчас я бульонки сверху заливаю топом без липкого слоя. Кто говорит, что у них не держатся бульонки, просто у бульонки, так как она круглая, у нее маленький центр крепления. То есть нужно обязательно полностью сверху заливать их топом или базой. Если вы базой сначала закрепляете, то сверху нужно будет пройти топом, иначе они не будут блестеть. Просушиваем и опять-таки промазываем то, что у нас внутри, и потом каплю распределяем. Вот такие вот дизайны. На вид они очень сложные, но на самом деле все выполняется очень просто, быстро, если знаешь, как это делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой профиль в инстаграм, задавайте вопросы, если вас что-то интересует, всем отвечу. С вами была Таня, Best Nail. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok